При Амуре решено в этом году сеять больше сои и кормовых культур. От графика по посеву зерновых во всех, без исключения хозяйствах, сильно отстали. Причина – затяжные весенние дожди. Так, к примеру, в хозяйстве Байкал Тамбовского района в прошлом году зерновые уже начали сеять к 1 мая. В этом году в целом по области еще не засеяно даже половина полей. О проблемах аграриев Елена Тимошенко. Вот на этом стенде в хозяйстве Байкал Тамбовского района списки лучших работников. Хотя такой весны и такого начала посевной здесь не помнят даже те, кто работает давно. Руководитель Байкала говорит, все мыслимые и немыслимые сроки уже прошли. В прошлом году все зерновые здесь посеяли к 1 мая. В прошлом году уже половина сои была посеяна, про зерновые было забыто уже, что мы их сеяли. Механизатор Андрей Фирсов делает перерыв только на время заправки машины. Это 7 минут. Смена при этом длится 10 часов. Андрей при помощи специальных препаратов борется с сорняками, чтобы соя лучше взошла. В поле он работает не один с напарником и они в числе передовиков. К тому же работают на современном германском оборудовании. Но с погодой все равно не поспоришь. На днях застрял, то около часа мы где-то буксовали, пока выехали. Потому что грязи много. В этом году решили даже нарушить так называемый план севооборота. В хозяйствах области не выбирали, под что изначально готовили поле. Под сою, кукурузу или зерновые. Сеять пшеницу решили на самых сухих полях. Ведь первые тысячи гектаров смогли посеять только 30 апреля. 3 мая на поля вышли во всех хозяйствах, а 9-го циклон вновь принес дожди и похолодание. По погоде было еще видно прошлого года, что осень была сырая, затяжная, дождливая. Влаги много было. И плюс к тому, что еще весенний снег сошел не вовремя, а поздно. Поля очень сырые. Поэтому задержка в посевной. И сейчас у нас идет компания посев всех культур. Зерновых, сои, кукурузы. В том числе тяжелая посевная, ничего не скажу. Первые всходы ячменя в Байкале оценивают как хорошие. В Минсельхозе, однако, решили в этом году в основном сеять сою и кукурузу. В хозяйстве Тамбовского района строят новый комплекс для очистки, сушки и сортировки будущего урожая. Хозяйство семеноводческое и семена ждут по всей области. А почти всю сою отправят по договору на Иркутский масложиркомбинат. Но планы строят с осторожностью. Все зависит опять от погоды. Соя может не успеть созреть. Поэтому сейчас амурские аграрии надеются только на удачу. И мечтают, чтобы теплая погода продержалась хотя бы до 20 сентября. Елена Тимошенко, Дмитрий Сгибнев. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.